всем доброго здоровья сегодня 30 ноября самое начало еще зимы а у меня уже прохудился валенок такая вот дырочка видим наступил в лесу на веточку хожу в валенках без галош снега еще мало наступил на веточку но с другой стороны это даже лучше давно валенки нужно было подшить так что сейчас я этим как раз и займусь вот здесь у меня необходимые материалы и инструменты для подшивания валенок это вот собственно войлок здесь разные виды ниток два шильца вот маркер свеча на спички и ножницы спасибо кстати моим друзьям миша и визы за предоставленные материалы а то у меня в деревне тут ничего по-другой своего не оказалось ну что ж давайте приступим сначала нам нужно выкроить и вырезать подошву если это ваш валенок то лучше его прямо надеть на ногу чтобы ну в общем чтобы он как бы продался прямо под ногой и размер стельки был именно такой как нужно но если вы его ли подшиваете для кого-то другого то просто придется держать это в руках я беру обычный маркер и вот так обвожу можно это делать вот тут кстати запасом надо сделать чуть-чуть чтобы загнулась к верху можно это делать обычным обмылком мыло белым швей знает или мелом этим угодно все что он рисует по войлоку если у меня войлок коричневый можно черным маркером если бы он был черный лучше мелом или мыло такая вот получилась стелька теперь нам нужно ее временно приклеить к валенку чтобы она не сбивалась когда мы будем подшивать можно использовать какой-нибудь клей но я посмотрел в интернете простой интересный способ с помощью вот свечки и вот этого самого шнура которыми собственно и буду подшивать валенок сейчас я вам покажу как это делается прикладываем ровно подошву к валенку берем капрону в этот шнурочек плавим его на свечке не знаю видно вам или нет давайте еще раз покажу вставляем его между стелькой подошвы и валенком расплавлены и потом быстро достаем надо быстро заставать прижимаем и так в нескольких местах остыло видите держится держится довольно хорошо преимущество метода в том что не нужно никаких дополнительных материалов все что есть под рукой все что мы как раз используем для подшивки это же нам подходит и для приклеивания давайте еще здесь приклею ну вот можно почаще не совсем ровно ну в общем приклеили так ну что давайте теперь будем расшивать можно по шву здесь ножом или чем-то острым рубить канавку чтобы нитка в нее спряталась и не рвалась особенно когда войлок черный промышленный такой мелкий твердый этот войлок как бы самокатанный вам это делать не обязательно ну что ж давайте приступим шило нужно с крючком зацепом протыкаем дырочку видно нет так вот ну и теперь нужно я буду использовать вот этот шнур изнутри его зацепить за крючок и вытащить руку так свечку можно потушить петельку надеваем на крючок тихонечко аккуратненько достаем достаем полностью теперь и вот так вот померяем по кругу сколько нам нужно лучше конечно запас лучше запасом чтобы хватило чтобы удобно было потом завязывать в общем это хватит этот можно при кончике отрезать можно не отрезать оставить так на катушке так ну что ж и собственно теперь будем подшивать расстояние чуть меньше сантиметра я использую около сантиметра осторожней не подкрепите там себе палец но это шило мне не очень устрая так что самое конечно сложно одевать будет петлю на иголку когда когда вот в этом месте на носке так достаем теперь рассовываем там изнутри полностью все проснул и затягиваем так получилось ну что ж сейчас я проделаю несколько стежков и покажу ну вот я решил поближе к краю немножко подшивать вот примерно так так несмотря на то что шило тупое все равно у колодца так что аккуратней ну давайте сейчас я все проделаю покажу вам что получилось вот так вот получилось по моему для первого раза неплохо да я где-то делаю первый раз так что если вы решите подшить валенки то у вас тоже все получится значит вот здесь у меня узелок это я хоть на крючок неровно зацепил шнурок и веревочка у меня это порвалось поэтому пришлось здесь делать узелок и сделать снова значит что обратите внимание в конце я вот вывел вот здесь вот так и здесь а узел сделал вот здесь чтобы он здесь не стерся и теперь нам нужно в принципе можно спрятать кончики так видно вам не видно одеваем кончик и и прячем его вовнутрь ну все можно отрезать сыпать второй сейчас также сделаем ну чтож теперь всю зиму буду ходить подшитых варенках а тут кстати можно еще было каблучок сделать но я не очень модный поэтому обойдусь без каблучка тут можно подрезать на пенечку подровнять чем берегите ноги держите их в тепле ходите в валенках живите в деревне не прощаясь на земле быть добро пока пока и и